Северные морозы суровое испытание для югорских автолюбителей. Один из них чуть не замерз по дороге из Хулимсунта в Тюмень. На помощь подоспели госавтоинспекторы Югорска. Они заметили автомобиль югорчанина, стоявший на обочине на 385 километре дороги Югра. Во время беседы с водителем выяснилось, что из-за сильных морозов топливная система машины замерзла. Самостоятельно починить неисправность у мужчины не получилось. Другие автолюбители помочь также не смогли. Госавтоинспекторы остановили проезжающий мимо транспорт, который отбуксировал авто на ближайшее СТО в Югорск. 48 и Ордани подготовят в Югре к крещенским купаниям. Места для праздничного омовения выбраны с учетом пожеланий священнослужителей и требований специалистов по безопасности на водоемах. Перед началом подготовки инспекторы ГИМС измеряют толщину льда и дают рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Так, например, замеры в окружной столице уже прошли. Лед на РТШ может выдержать одновременно до 240 человек. Отмечу, что и Ордани оборудуют специальными подходами, настилами, безопасными спусками, а также местами для обогрева и переодевания. В праздник крещения здесь будут дежурить спасатели, полиция и сотрудники ГИБДД. Сегодня 100 лет исполняется самому крупному муниципалитету Югры. Красивую дату отмечает Сургутский район. Он был образован 11 января 1924 года. По становлениям в ЦИК в стране упразднили губернии, уезды и волости. Территорию Сургутского уезда поделили на два района – Александровский и Сургутский. На территории последнего расположились 114 населенных пунктов, в том числе деревни, заимки и юрты. Сегодня общая площадь муниципалитета составляет больше 100 тысяч квадратных километров. Это почти как Куба или Болгария. На территории 13 поселений здесь проживают почти 130 тысяч человек. Треть из них – коренные малочисленные народы севера, которые ведут традиционный образ жизни, при этом осваивают новые технологии. Муниципалитет стал первым, где появились IT-стойбище и стойбищный детский сад. Кроме того, представители Ханты активно развивают туризм. Одно из этностойбищ получило наивысшую оценку российского турпортала. В Сургутском районе добывается каждая седьмая тонна нефти в стране. Муниципалитет – один из лидеров по вводу жилья. Район одним из первых в Югре освоил концессионные соглашения. По этому принципу появились, к примеру, школы в Солнечном и Нижнецартымском. А муниципально-частное партнерство за последние пять лет позволило возвести 42 объекта. Югорский биатлонист Никита Поршнев готовится к первому старту после перерыва. Сегодня в Чайковском стартует чемпионат России. Программу соревнований откроет суперспринт. Но из-за морозов гонки сдвинули по времени. У мужчин готовится выйти на старт семь югорчан. В их числе и лидер команды Никита Поршнев. После неудачного выступления на домашнем этапе Кубка страны Никита взял паузу. Восстановил здоровье и в январе прошел сбор со сборной округа. Сегодня в квалификации он выйдет под 11 номером. Мотивация всех победить. Настрой боевой. Я тренировался, готовился к соревнованиям. В общем-то, да, немного дал себе слабину. Ну, хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, что даже после самой своей сильной победы я, наверное, не испытывал столько добрых слов в поддержку себя, чтобы я одумался, так сказать, и вернулся. Да, я это поспешил с этими выводами и говорю, опять же, извиняюсь перед всеми, кого заставил понервничать. Полное интервью с Никитой Поршневым вы можете посмотреть в группе телеканала Югра во Вконтакте. Если говорить о женском суперспринте, то там к выступлению готовятся 12 югорчанок. Первой на дистанцию выйдет Екатерина Носкова. Напомню, что в квалификации спортсмены стартуют друг за другом с интервалом в 15 секунд. Она проходит по правилам классического спринта, но дистанция и штрафные круги короче. По итогам квалификации 30 сильнейших биатлонистов выйдут в финальную часть. Она пройдет по правилам масс-старта.